21 апреля на стадионе Волгоград-арена команда «Ротер Волгоград» будет принимать футбольный клуб «Луч энергия» из Владивостока. Это большое событие для полельщиков и волгоградцев. Посмотреть на игру, а также побывать на новой спортивной арене желающих очень много. Билетов на тестовый матч продано порядка 15 тысяч. Для счастливых обладателей заветных билетов и собственного автотранспорта предусмотрена бесплатная парковка рядом со стадионом. Как будут справляться с повышенным трафиком автоинспекторы и как 21 апреля будет работать общественный транспорт, рассказали журналистам на брифинге сотрудники ГИБДД. О каких еще изменениях в движении транспорта шла речь, расскажем далее. Порядка 15 тысяч болельщиков уже в эти выходные станут первыми зрителями, побывавшими на стадионе Волгоград-арена. Это лишь одна треть от общего числа любителей футбола, которые способны вместить в себя новое спортивное сооружение. Именно поэтому и транспортные ограничения в ходе тестовой игры, в отличие от самих матчей ЧМ-2018, будут частичными. Главные улицы, прилегающие к стадиону, перекрыты не будут. Запрещена будет лишь стоянка и остановка на небольшом дорожном участке. Принято решение о том, что будет ограничена парковка и стоянка транспорт в границах от улицы Бакинской до подножия Мамайл-Колдана. Парковка там будет и остановка транспорт запрещена. Там подготовлен расчет сил и средств. Сотрудники дорожно-патрульной службы уже расписаны, где кто будет нести службу. И соответственно будет обеспечена безопасность в том объеме, который я сказал. Для оповещения водителей также будут установлены все необходимые дорожные знаки. В случае же игнорирования требований автомобиль будет моментально отправлен на штрафстоянку, а к нарушителю применено административное наказание в виде штрафа. К слову, парковочных мест вблизи стадиона на всех не хватит. Здесь ограничено количество мест для стоянок автотранспорта. И вот у нас получается полторы тысячи автомобилей, которые можно поставить возле Стройграда. И 300 автомобилей где-то поставить можно в районе у нас получается Ситимола. Поэтому всего получается 1800. Поэтому убедительная просьба ограничить движение транспорта личного. Остановка возле стадиона будет запрещена не только личному, но и общественному транспорту. Так, ближайшая станция трамваев Европа Ситимол. А троллейбусов и автобусов Бакинска и Дворец спорта. Для удобства и снижения интервала движения транспорта до 3-4 минут на линию в этот день будут выпущены дополнительные единицы техники. По маршруту СТ-1 будет добавлено порядка 26 трамваев. По маршруту СТ-2 будет добавлено порядка 5 трамваев. По троллейбусному маршруту номер 9 будет добавлено порядка 9 троллейбусов. По 12 маршруту будет добавлено порядка 10 троллейбусов. По автобусному маршруту 95 будет добавлено порядка 14 автобусов. Для удобства горожан и гостей города путь к стадиону укажет установленные знаки пешеходной навигации. Улица Землянского 21 апреля станет пешеходной, а после окончания матча общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.